В только что переданной статье из американского еженедельника US News and World Report упоминалось о том, что советская власть боится грядущего в 88 году юбилея тысячелетия Крещения Руси, ибо осознает, что подготовка к этому празднству влечет за собой неизбежный рост среди населения интереса к религии и духовной жизни. Для того, чтобы пресечь связанное с юбилеем религиозное пробуждение в Советском Союзе, в последнее время в советской прессе стали появляться статьи, наполненные яростными нападками на все так или иначе связанное с этим празднованием. Ярким тому примером является книга советского антирелигиозного пропагандиста Николая Гордиенко «Крещение Руси. Факты против легенд и мифов». Книга «Гордиенко» была выпущена в прошлом году для неиздата. Оканчивая сегодня начатый в предпоследнем выпуске нашей программы обзор 31 номера издающегося в Нью-Йорке квартального журнала «Русское возрождение», мы познакомим вас с опубликованным в этом номере журнала открытым письмом ответственного редактора «Русского возрождения» протопресс-фитера Александра Киселева к автору книги о Крещении Руси Николаю Гордиенко. Прежде чем обратиться к открытому письму отца Александра Киселева, нужно точно уяснить, какую цель преследовал в своей книге советский автор. В книге сопоставлены достоверные сведения об обстоятельствах утверждения христианства в древнерусском обществе с теми легендами о данном событии, которые распространяются богословами в связи с приближающимся тысячелетиям начала насаждения христианства на Руси в качестве государственной религии. Обратимся теперь к открытому письму ответственного редактора журнала «Русское возрождение» протопресс-фитера Александра Киселева к автору вышедшей в прошлом году в Советском Союзе книги «Крещение Руси. Факты против легенды мифов». Мы предлагаем вашему вниманию текст письма отца Александра с некоторыми сокращениями. Прежде всего, название вашей книги «Факты против легенд и мифов». Разве это обязательно противоречивые понятия? Вы же говорите «Чапаев легендарный герой» и тем никак не хотите сказать, что его героизм вымысел. Слова «Крещение Руси» вы берете в кавычки. Почему? Не потому лишь, что хотите поколебать достоверность события. Поскольку сам факт крещения отрицать невозможно, то вы этими кавычками пользуетесь как усмешкой, которая на некоторых людей действует сильнее, чем разумный довод. Таким образом, одно название книги уже настораживает вдумчивого читателя и не обещает ему серьезного материала. На страницах вашей книги вы чрезвычайно часто повторяете, очевидно считая необходимым вдолбить в сознание читателя, что не было крещения Руси, а было лишь крещение киевлян. А кто же утверждает, что по всей Руси в один день и час крестили всех и вся? Да. Так и быть бы не могло. Однако определенную дату крещения, имевшего место в столице, в Киеве, матери русских городов, вполне законно считать крещением Руси, всего русского народа. Сопоставьте. В октябре 1917 года в Петрограде произошла революция. О ней, скажем, в Казани узнали через 2-3 дня, а в далеких углах Сибири через 2-3 недели. Однако революцию в России, а не революцию в Петрограде, вы празднуете в один и тот же день и час по всей стране. Тут к месту будет вспомнить, что древний памятник нашей письменности 11 века «Слово о законе и благодати» подтверждает намерение святого князя Владимира крестить не только киевлян. Там читаем «Заповеда по всей земле своей креститесь». Вы обвиняете богословно-церковные круги Московской Патриархии в присвоении христианству со времен крещения нашего народа в 988 году «Начало всех начал» страница 7 «И культуру, и государственность, и национальный характер, и тому подобное». В чем же тут незаконность присвоения? Вот на Валдайской возвышенности обозначено место, где начинается Волга, струйка, родничок. Я отойду на 50-100 шагов и найду эту же струйку, но еще меньшую, и начну утверждать, что не там, а вот тут начинается Волга. До крещения нашего народа, если вам так угодно, то киевлян, предки наши не на четвереньках ходили. Зачатки религии, культуры, государственности и драгоценных душевных черт характера у них были и до крещения. Этого ведь никто не оспаривает. Возьмите пример. Ребенок пошел в школу и научился писать букву «А». Потом он окончил десятилетку и получил аттестат зрелости. Потом кончил университет, получил докторскую степень. Когда же он приобщился к культуре? Получив докторат, аттестат зрелости или научившись писать букву «А». Все это один и тот же процесс, и любую его точку, особенно большого значения, можно назвать начальной. Вы всячески подчеркиваете, что крещение Руси – это крещение киевлян, церковный юбилей, а не знаменательная веха нашей истории. Однако сами делите историю Древней Руси на дохристианский и христианский период, страница 15-я, тем самым признавая, что крещение Руси было самым большим поворотным моментом в истории Древней Руси. Зачем же вы обвиняете патриархию, если и она указывает на то, что крещение – это поворотный момент нашей истории, что именно с этого момента у нас пышно расцвели все формы жизни? Акт крещения, помимо его чисто духовного значения и влияния на формирование души русского человека, что вам, атеисту, естественно отвергать, принес в народную жизнь соприкосновение с Византией, – сокровищницей культуры того времени. Крещение стало дверью, которая открылась для нас в Византию. Если хотите, наподобие того окна в Европу, которое семь веков спустя прорубил Петр Великий. Открытие двери не означает, что до этого мы были в абсолютной изоляции. Нет, что-то проникало, что-то влияло, но потоком хлынуло тогда, когда крестились, открылась эта дверь. Следовательно, вы напрасно обвиняете патриархию в незаконном присвоении. Как с Петра I началась у нас европеизация, так с крещения началось приобщение к высшим формам понимания культуры, государственности и всего того, чем Византия была богаче нас. Заимствованное, проходя через призму нашего духовного склада, притворялось в самобытные ценности нашего народа. Против кого вы спорите, доказывая, что и до крещения на Руси существовали те или другие начатки общественной, культурной или государственной жизни? Кто оспаривает это? Патриархия? Добросовестные историки? Русская православная церковь за рубежом? Русская эмиграция? Образование государства — не начало, а определенный итог общественного развития. Читаем в вашей же книге, на странице 28-й. Конечно! Кто же с этим не согласен? Итак, блестящий расцвет нашей земли начался со святого князя Владимира, с крещения Руси, а до этого были добрые и хорошие побеги, начатки, становления. Да и момент крещения не был и не мог быть концом становления. Крещение — важная веха, нужнейший этап продолжающегося роста, развития, становления. Какой же подлинно русский человек не участвовал в этом процессе? Но вам не историческая правда нужна. Вы стремитесь лишь оклеветать церковь, деятели которой якобы направляли свое влияние на устроение государства. Страница 27-я. Якобы? Преподобный Сергий Радонежский, вдохновитель великого князя Дмитрия Донского на поражение татар, это якобы? Святой митрополит Филипп Московский, защитник народа от царя Ирода, Ивана IV, Грозного, якобы? А святой патриарх Гермоген, замученный поляками в смутное время за его верность православной Руси? А тысячи и тысячи им подобных строителей жизни русского народа своим потом и кровью. Это не якобы, а сущая правда. Церковь наша всегда была во главе строителей государства русского. И было это благотворным влиянием церкви на государственную жизнь, а не вмешательством в ее прерогативы. Именно о таких взаимоотношениях церкви и государства сказал историк Ключевский в речи по случаю девятисотлетия крещения Руси. О вмешательстве церкви в гражданские и политические дела известно, что воздержание от такого вмешательства историческая особенность и политическое правило православной церкви. «Божие – Богови, Кесарева – Кесареви». Говорить, что во время татарского иго церковь пошла на услужение завоевателям, изменяла своему народу, страницы 170-179, низко и постыдно. Вряд ли вам неизвестна монгольская доктрина о ладони и пяти пальцах, пяти великих религиях. Монголы не за молитвы об успехах татар в их борьбе с русскими давали льготы православной церкви, а потому что такие льготы они давали всем религиям – пять пальцев, как выразителям божества – ладонь. Вы грешите против истории России, против чести писателя и против собственной совести тем, что не по неведению пишете клевету на правду. Это не раз явствует из вашей книги. «Смотрите, как вы хорошо передали стремление патриархии убедить, что религия – первооснова культуры и ее глубинный стимулятор, а русское православие – главный фактор возникновения, становления и развития культурного наследия славянских народов нашей страны». Страница 34. Очень хорошо сформулировано. Когда падет приоритет безбожия, а к этому дело определенно клонится, вы еще и на богословские темы писать начнете. Согласимся с вами и в том, что и в дохристианской Руси существовал достаточно высокий уровень развития духовной культуры. Страница 35. В том-то и дело, что духовная культура есть богатство, заложенное в глубину души человека. Потому малограмотный крестьянин может быть духовно развитым, а окончивший университет – духовной тупицей. Этот великий дар был свойственен нашим языческим предкам, благодаря чему они и оказались способными чрезвычайно быстро усвоить византийскую умную или духовную культуру, пришедшую к нам через Болгар. Возьмите как пример молодых сыновей святого князя Владимира, страстотерпцев, святых мучеников Бориса и Глеба, которые, эти вчерашние язычники, добровольно отдают свои жизни, лишь бы не поднять оружие на своего старшего брата. А Феодор и Иоанн, отец и сын – первые наши христианские мученики, за пять лет до крещения Руси, отдавшие жизни за веру в Бога истинного. Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. В эфире программа «Религия в нашей жизни». В рамках нашего обзора последнего по счету 31-го номера издающегося в Нью-Йорке журнала «Русское возрождение» мы передаем опубликованное в этом квартальном журнале открытое письмо ответственного редактора «Русского возрождения» прото-пресвитера Александра Киселева, обращенное к автору, вышедшей в 1984 году в Советском Союзе, книги «Крещение Руси. Факты против легенд и мифов». Далее в своем открытом письме отец Александр Киселев пишет о том, что антирелигиозный пропагандист Николай Гордиенко в своей книге «Крещение Руси. Факты против легенд и мифов» упоминает о многих выдающихся исторических деятелях России, как будто они все были атеистами. Комментируя это утверждение Гордиенко, отец Александр Киселев делает такой вывод. Не имея возможности разбирать мировоззрение каждого из них, я упомяну кратко только о первом и последнем в этом списке. Михаилу Ломоносову, которого вы в атеисты записали, характерны поиски нового сознания, секуляризированного человека XVIII века, представителя русского гуманизма, но никак не атеизма. Великий Ломоносов переложил ряд ветхозаветных псалмов, написал оду на тему о многострадальном Иове, известен ряд его религиозных рассуждений, как, например, вечернее размышление о Божьем Величестве. «Неверно рассуждает математик», — писал Ломоносов, «если захочет циркулем измерить Божию волю». «Но не прав и богослов, если думает, что на псалтыре можно научиться астрономии или химии». Атеисты такого не пишут. С Ломоносовым связан первый русский теоретический опыт объединения принципов науки и религии. Профессор Зиньковский. История русской философии. Париж, 1948 год. Иван Павлов, этот знаменитый русский ученый-медик, никогда, кажется, не писал трактатов на религиозные темы, но его жизнь и при советах — наглядный показатель ясной веры православного человека. Вот несколько примеров. Приходскую церковь, которую он регулярно посещал, напротив бывшего Николаевского вокзала, теперь площадь Восстания, тронуть не смели. И она стояла неприкосновенной до его смерти в 1936 году. А вот случай, о котором в свое время знала вся Россия, и для вас, человека, который не постыдился записать академика Павлова в список атеистов, весьма назидательны. Сидит скромный старичок, гордость русской науки, на скамеечке перед церковью. Ждет начала службы. Подсел передохнуть и проходящий мимо молодой рабочий. Ударили в колокол. Павлов перекрестился. Рабочий спрашивает, «Ты что, папаша, еще в Бога веруешь?» «Верую», — отвечает Павлов. «Эх, темнота», — говорит рабочий. Когда в сталинское время для работы Павлова был построен специальный большой блок Всесоюзного института экспериментальной медицины, то внутри нового здания была построена по требованию Павлова часовня. Перед официальным открытием нового медицинского центра православным духовенством было совершено полное освещение всего здания. Вот на таких атеистах стояла и стоит наша русская наука. Но на странице 128 почему-то и вы сказали правду. Вот она. Что с первых же десятилетий крещения Руси начинается традиция становления, утверждения и господства русского православия, как преобладавшей в прошлом формы духовной жизни, — это бесспорно. Вот эту форму духовной жизни нашего народа, начатую тысячу лет тому назад, и, по милости Божией, несмотря на все ваши старания, живую и в наши дни, мы и будем в 1988 году праздновать. О том, что господство христианства в прошлые века было небезраздельным, кто же будет спорить? Конечно, как говорится, в семье не без урода, так и наш народ был, к сожалению, не без атеистов. Атеизм — это затмение человеческого разума, как и грех, явление весьма древним. Еще в дохристианскую эру в Священном Писании было сказано «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Но на той же странице 128-й опять вы за свое тенденции религиозного индифферентизма, антиклерикализма, свободомыслия и атеизма, составившие основу атеистической традиции в духовной жизни народов нашей страны. С каких пор у атеизма, отвергающего источник духа, Бога и признающего только материю, вдруг духовная жизнь? Лейбниц, знаменитейший ученый и философ, пишет «Бог есть источник бытия и жизни. Он есть как бы вездеприсущий центр, как Творец. Он есть источник, из которого получают бытие все существа. Он есть начало и конец всего сущего, действующая и конечная причина. Об этом часто не думают, этого не понимают и живут, как говорится, припеваючи, но лишь до поры до времени. Рано или поздно наступает в жизни человека момент, когда он поймет, увидит то, чего не замечал раньше, и тогда вслед за Есениным скажет, «Чтобы за все, за грехи мои тяжкие, за неверие в благодать, положили меня в русской рубашке, под иконами умирать». Не путем тупой зубрежки, вдалбливанием чего-то непонятного воспринял наш народ христианство. Нет, необъяснимым чудом было наше крещение. Как в столь краткий срок постигли предки наши самую суть христианства? Лучше быть убиту, чем поднять меч против старшего брата, заменившего отца, святые страстотерпцы Борис и Глеб. В век кровавой мести за убийство родственника «Простить убийство собственного сына», «Великий князь Владимир Мономах», «Быть изрубленной, но сохранить женскую честь», «Княгиня Юльянея Вяземская». «Благо смирил мя еси» — слова, выцарапанные на стене каземата митрополитом Арсением, замурованным там императрицей Екатериной за обличение ее жизни. Кузьма Минин — купец, в смутное время сказавший «Заложим жен и детей, но спасем Отечество». Сусанин — простой русский человек, отдавший жизнь за юного царя Михаила. Мужик в рассказе Льва Толстого, который принимает в свой бедный дом сироту и на замечание жены, что тогда не на что будет купить даже соли, похлебку посолить, отвечает «А мы ее и без соли». Монахиня Мария Скобцова, добровольно пошедшая в газовую камеру, чтобы спасти боящуюся смерти молодую женщину. Таким же примером не с числа. В эфире программа «Голос Америки. Религия в нашей жизни». Передаем окончание начатого в предпоследней передаче нашей программы обзора 31-го номера ежеквартального журнала «Русское возрождение», в котором, среди прочего, опубликовано открытое письмо его ответственного редактора, протопредствителя Александра Киселева Николаю Гордиенко, автору, вышедшей в 1984 году в лене издатия книги «Крещение Руси. Факты против легенд и мифов». Далее в своем письме отец Александр Киселев обсуждает утверждение советского антирелигиозного пропагандиста Николая Гордиенко о переходе народных масс на позиции массового атеизма. Мы читаем. «Подлинно ли существует переход народных масс нашей страны на позиции массового атеизма?» Страница 142. «Нет, не существует». «Да ведь вы и сами это подтверждаете», на странице 149, говоря, «а их верующих в нашем обществе значительно меньше, чем неверующих». О каком проценте верующих по отношению ко всему народу населению вы думали, когда писали эту фразу? «Это у вас сугубо засекреченные сведения, государственная тайна. Архиереи Московской Патриархии, бывающие за границей, никогда не ответили на вопрос о количестве верующих в России». «Табу». Но вы немного проговорились, употребив выражение «значительно меньше». Если бы по известным вам статистическим данным верующих было 10-30%, вы сказали бы, что верующих очень мало. Если 40-50, что их мало. Но если их 60 или 70%, вы-то хорошо знаете, сколько из верующих ради житейских благ называют себя неверующими. То вот у вас и проскочило, выводящее вас на чистую воду, словечко «значительно». И это после того, как вы почти 70 лет держите все окна и двери на запоре, чтобы уже третье пореволюционное поколение людей в России ничего не знало о Боге. Целый огромный аппарат атеизма, агитаторы, соответствующая литература, государственное давление, а то и преследование, все эти 70 лет борются с церковью, и 40% населения не скрывает своей веры, другие 40% ничего о вере не зная, к ней, быть может, равнодушны. Что их еще не делает атеистами? Или просто из осторожности пишутся атеистами? И это вы называете победой атеизма? Это не победа, а банкротство атеизма в России. С своей 70-летней стойкостью Россия оказалась не слабее христиан первых веков при римских гонениях. За эти десятилетия Россия дала сотни тысяч мучеников за Христа. Это торжество веры, вами сейчас скрываемое, завтра станет явным во всем своем блеске. Вы лучше меня знаете, что ни о каких народных массах, приверженных атеизму, и говорить не приходится. Предположим, что завтра государство перестанет оплачивать 75-тысячную армию работников научного атеизма. Сколько из них на добровольных началах будет продолжать служение атеизму? А вы лично? А кто из вас, атеистов, пойдет за атеизм в Сибирь, в тюрьмы, на смерть? Вот потому-то, что у атеизма нет и не может быть убежденных служителей, отдельные исключения, конечно, всегда бывают, дело его омертвело. Дело же веры растет и множится, потому что за эти 70 лет сотни тысяч отдали свою жизнь за Христа, отдают и будут отдавать, всегда. Да и как могло быть иначе, если великий Ньютон, создатель современной механики и астрономии, гениальный математик и физик, произносил имя Божие не иначе, как обнажая голову? В заключении своего монументального труда «Математические принципы естественной философии» Ньютон писал, «Небесный Владыка управляет всем миром, но не как душа его, а как властитель Вселенной. Вследствие его верховной власти мы называем его верховным Богом». По словам Коперника, кто может взирать на дивный порядок Вселенной, управляемый Богом, без порыва к созерцанию превыше всего самого Творца? Пастер писал, «Чем больше я занимаюсь изучением природы, тем больше останавливаюсь в благодовейном изумлении перед делами Творца». После этих высоких слов людей мирового ума со стыдом читаешь ваши ссылки якобы на советскую историческую науку, о том, что крещение Руси имело определенные прогрессивные хозяйственно-экономические последствия, стимулировало развитие огородничества. Страница 149. На какого читателя вы рассчитываете? На абсолютного тупицу? На тех, кому можно говорить, что религию выдумали жрецы, как аппетит повара? Таков уровень слушателей, приходящих на лекции научного атеизма? Да, для такого слушателя авторитет научного атеизма, выражаясь словами Горького, звучит гордо. А позвольте спросить, какая именно наука доказала, что нет Бога? Да и вообще, какая наука занималась этим вопросом или заявила, что она правомочна этим вопросом заниматься? Такой науки нет и быть не может. Почему вы приписываете себе исключительное право трактовать понятие феодализм, как вам желательно, и заявлять, что именно ваше понимание совершенно и не допускает кривотолков? Страница 153. Ведь феодализм — это формация в определенном месте и в определенное время жизни общества, политического развития государственного устройства. Но и только. Всякие же выводы из этого может делать каждый. Что это за, цитирую, «научный подход, исключающий возможность идеализации исторического прошлого»? Страница 153. А почему у советского человека, гражданина социалистического общества, не может быть собственных мозгов, вместо конкретного содержания, которое в него вложил Карл Маркс? Почему выполнение религиозных предписаний — это плохо, а предписаний Маркса — это хорошо? Кто вам это сказал? Или это угроза советскому человеку? Как начнешь задумываться, о чем не велено, то смотри, во враги народа угодишь. На страницах 155-157 вы стараетесь доказать недоказуемое. Якобы церковь поощряла неравенство, требовала оправдать социальное зло, олицетворяла безразличие к неимущим. А ведь ради минимальной объективности неплохо бы упомянуть, о нестяжателях, бывших наравне со своими противниками иосифлянами, законными представителями русского монашества. Или, хоть бы слегка коснуться монашеских уставов, которые предусматривали полный отказ от личной собственности, не говоря уже о Евангелии, в котором сказано, что богатому трудно войти в Царство Небесное. В заключении своего открытого письма советскому антирелигиозному агитатору Николаю Гордиенко, ответственный редактор издающегося в Нью-Йорке ежеквартального журнала «Русское возрождение», отец Александр Киселев, приводит отрывок из недавнего выпуска советского журнала «Знание сила», который, по мнению автора открытого письма, в глазах объективного читателя на нет сводит все объективные факты о науке религии, приводимые в книге «Крещение Руси. Факты против легенд и мифов». Вот этот отрывок. Чтобы понять реальность, надо достроить в уме видимый, воспринимаемый чувствами мир, достроить по образующей, то есть по той линии движения, которая образует систему. Так никто из нас не видел солнечной системы. Общеизвестная модель с центральным светилом и планетами, вращающимися вокруг него по орбитам, эта модель, целиком построена в уме, есть результат правильного понимания того, что мы видим. А видим мы движение светил по небосводу и не больше того. Для того, чтобы увидеть, понять больше, требуется прибор. Они окружают нас с детства, восполняя неизбежную фрагментарность восприятия фактов. Даже для того, чтобы увидеть собственные глаза, уже требуется элементарный прибор, зеркало. Читаем мы из советского журнала «Знание силы». По поводу этого отрывка протопресс-фитер Александр Киселев пишет. Все, что сказано в приведенном отрывке, говорящие о материальной культуре, целиком может относиться и к культуре духовной. Приборы, начиная от элементарного зеркала, что значило бы «совесть», до сложнейших «этика», «эстетика», «разум», при посредстве которых познается мир духовный. На праздник Рождества Христова христиане поют, что Рождеством Христа, Бога-человека, воссиял миру свет разума. То есть дана вся аппаратура, все приборы для познания всего и вся, всего космоса, вовне и внутри нас. Закончим евангельскими словами, имеющие уши, чтобы слышать, да слышат. Мы передавали открытое письмо протопрессвитера Александра Киселева Николаю Гордиенко, советскому антирелигиозному агитатору по поводу его вышедшей в 1984 году в Ленинграде книги «Крещение Руси. Факты против легенд и мифов». Открытое письмо отца Александра было опубликовано в 31-м по счету номере издающегося в Нью-Йорке ежеквартального журнала «Русское возрождение». Ответственный редактор этого издания сам протопрессвитер Александр Киселев. Хочется привести в заключение сегодняшней религиозной передачи «Голос Америки» отрывок из еще одного материала журнала «Русское возрождение», связанного с тысячелетием христианства в России. Это статья священника Дмитрия Дудко. Некоторые мысли, высказанные этим священником, проживающим в Советском Союзе, являются как бы естественным продолжением открытого письма отца Александра Киселева. Мы читаем. Обычно, когда начинают говорить о чем-то знаменательном, перечисляют внешние победы. К христианству так подходить нельзя. Христос вошел тихо и незаметно в мир и постепенно перевернул все сознание и всю деятельность человеческую. Но этого обычно не замечают, потому что судят внешним судом. Надо судить судом праведным, внутренним. Тогда поймем, что дало христианство миру, в том числе и России. Атеизма вообще нет. Есть хулиганство от атеизма, бандитизм, как хотите, но атеизма нет. Даже те, которые пропагандируют атеизм, они не атеисты. Была как-то у меня одна беседа, на ней присутствовали в том числе и пропагандисты атеизма. И вот, когда мы разговорились, и пропагандист смущенно улыбнулся, он сказал, «Когда я выступаю с лекциями по атеизму, меня никто не слушает. Тогда я начинаю говорить о Боге. Слушают». Еще может случиться даже такой парадокс. Проповедуют атеизм и вдруг плюнут на него, как в таинстве крещения отплевываются от сатаны. И начнут проповедовать христианство. Все может быть. А антирелигиозные брошюрки, знаете, как лежат на прилавках? На них просто никто не обращает внимания. А положили бы Евангелие, мгновенно раскупили бы. Жажда христианская в России, как никогда, и по этой жажде можно вообще судить о христианстве на Руси. Рассказывал как-то военный, уверовавший в Бога. Ему говорят, «Ты уверовал в сказки». Он возражает «нет». И доказывает, почему не в сказки. Русские народные сказки есть в вольной продаже, а Евангелия нет. Значит, вы сами не считаете это сказкой? Боитесь? Да, если можно так сказать, в России кто-то христианство боится. И подобно евангельскому бесноватому, говорит Христу, «Что ты прежде времени пришел мучить нас?» Да, к сожалению, есть жалкие люди, для которых христианство – мучение. Но пройдет и еще какое-то время, и они поймут, что христианство нисколько не мучение. Без Бога русскому жить нельзя. Да и никому без Бога жить нельзя. Вы это можете видеть на нашем русском примере. И вот все это принять с благодарением, в этом и будет заключаться наш тысячелетний юбилей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok